Ой, цикл он пришел. Ой, да, что-то совсем. Сейчас, секунду. Вечер, говорят, будет. Ветер сильный. Мороз начнется. Ой, ну сколько может телефон сильный посадить. Да, да, да. Ну, слушай, погода, да, конечно, не поедем куда. Раздражает, не правда ли? Действительно. У привычки постоянно отвлекаться на мобильный телефон есть даже специальное название. Это фабинг. Термин фабинг состоит из двух частей. Фоун, телефон и снабинг, пренебрежительное отношение. Уже из названия следует такая безобидная, хоть и раздражающая привычка, сильно влияет на межличностные отношения. Слово фабинг появилось еще в 2012 году в Австралии. И с тех пор такое явление активно исследуют психологи. Они доказали это не только нарушение этических норм, но и зависимость. Ученые же из Петербургского политеха впервые изучили влияние этой особенности на академическую успеваемость. По результатам получилось, что порядка 70% студентов все-таки подвержены фабингу. Оказывается, студенты обращаются к телефону в момент, когда они тревожны, когда их что-то беспокоит, когда они пытаются уйти от какой-то реальной проблемы. Бывает то, что берешь телефон и начинаешь крутить его неподсознательно. Иногда замечаешь и откладываешь. Потому что понимаешь, что постоянный контакт не очень хорошо, мне кажется. Лично мне не особо приятно, когда при общении с кем-либо мой собеседник отвлекается на телефон, потому что у меня сразу складывается ощущение, что либо диалог неинтересен, либо я неинтересен собеседнику. Звучали предложения не разрешать категорически пользоваться студентом на занятиях смартфоном. С моей точки зрения это не очень рационально. То есть в любом случае все равно должна быть определенная свобода. То есть каждый человек должен сам контролировать себя. Самоконтроль – важный этап корректировки собственных привычек. Наравне с фабингом есть и номофобия – это боязнь остаться без мобильного телефона, и эмоджифобия – страх, что тебя неправильно поймут в интернет-пространстве. Психологи советуют начинать борьбу с любой зависимостью – принятие. Первое – это заметить, что у меня происходит. Я на это слишком реагирую и делаю это автоматически. То есть я не замечаю, как я достаю из кармана и уже в нем сижу. Сначала волевой компонент – заметить, отследить, что это со мной происходит. Это очень важно. Еще один метод популярный сейчас – digital detox. Это полный отказ от мобильного телефона на определенное время. Хорошо начинать, например, с прогулки. Пойду гулять без телефона. И вы увидите много прекрасного. На улице идет снег или дождь, или солнышко вышло. Ваша жизнь становится богаче и иначе. Вы ощущаете, что реальность насыщает, чем виртуальная реальность, которая, в принципе, не дает источника жизни, а скорее отвлекает от самой жизни. Стоит задуматься, что вас ждет, если вы сможете отказаться от привычки регулярно заглядывать в телефон. Да, на одной чаше весов – постоянная осведомленность, но на другой – дружба, приятное общение, ну или просто спокойствие.